Концерт «Весенние мотивы» в библиотеке Краскова дала школа искусств «Гармония». Произведения современных и классических композиторов исполняли как самые юные, так и уже взрослые ученики школы. Ну а зрители смогли насладиться игрой ребят на разнообразных музыкальных инструментах. Такие концерты «Гармония» проводят не в первый раз. Каждый месяц они выступают в учреждениях культуры нашего округа. На этот раз местом проведения стала библиотека в Краскове. Выступающим здесь было от 5 до 14 лет. Например, Рада Каюмова сейчас обучается в первом классе музыкальной школы по классу фортепиано. На концерте «Весенние мотивы». Она исполняла уже достаточно серьезные произведения. Сегодня на концерте я играла в солдатский марш. Мне кажется, пианино – это самый легкий и красивый инструмент. Самым главным зрителем Рады на этом концерте была, конечно же, мама Анна. В детстве она сама получила музыкальное образование. И вопроса, куда отдать ребенка на дополнительное образование, перед ней не стояло. Я сама все детство проходила в музыкальную школу. И считаю, что девочка без музыки – это что цветок без запаха. Поэтому у меня три дочки, и все дочки трое обязательно пройдут через музыкальную школу. Музыкальное образование, по словам ученых, неотъемлемая часть правильного развития ребенка. Этого же мнения придерживается и преподаватель школы искусств «Гармония». Есть такое наблюдение даже ученых, что музыканты, дети, которые учатся в музыкальной школе, они учатся лучше и в общеобразовательной школе. То есть у них результаты повышаются. Я бы, например, сравнила нашу музыку с математикой. Мы считаем, мы высчитываем. И все длительности ноты нужно высчитывать, складывать, делить, умножать. Так, на концерте «Весенние мотивы». Ученики школы искусств исполняли произведения на разных музыкальных инструментах. Домри, гитаре, аккордеоне и, конечно, пианино. Мария Антонова, Дмитрий Радзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.